Всегда хотели заработать на ставках или просто зарабатывать, но не получается? Дайте возможность нам зарабатывать за вас. Перейдя по ссылке в описании, вы сможете вложить деньги в наших специалистов и получить прибыль уже через 24 часа. Вам ничего не надо делать, все сделают за вас наши аналитики. Даже со 100 рублей. Чем больше срок, тем больше прибыли, вплоть до 300%. Ссылка в описании. Тех, которые из первой партии, типа... Оно хоть и бракованное, но оно первое. И у меня такая же будет, я сам буду носить до тех пор, пока, типа... Новые не сделаем. Вот, но пока... Пока вот такое. Как мне Креп Лиски? Ну... Типа... Не знаю. Мне сказали, что это снимали на Red. И я не понимаю, нахуя там Red. Учитывая то, что это самое обычное классическое стрит-видео. Типа... Просто... Ну, очень приятно выглядит. Но нахуя арендовать Red? Типа, это камера за 100-500 тысяч миллионов. Когда можно было такую же картинку из этого сделать. Из обычного фотоаппарата, типа GH. Или даже, наверное, Альфа-2. Вот этого я не понимаю. По треку... Ну, это точно не переплюнет Дисна от Эву. Вот. И... Неплохо. Это слушабельно местами. Но это не мое. То есть это... А Тэву, когда я послушал это, мне сразу засело в голову. Здесь нет. Максимакс захотел. Лиска пишет. Вот, блядь, у Максимакс... Не знаю. Не знаю Red. Вот тут вот абсолютно, типа, не нужен был. У меня тоже были такие, короче, провалы. Когда мы на клип Лис могли потратить, типа, больше ляма. А потом ты смотришь и думаешь... Ёб твою мать, куда здесь мы больше ляма потратили? Вот. Ну, типа, это же стритовое видео. Артем Иванов. Я... Помните, чувака, сможем все, которого мы позвали, в клик-клак как-нибудь сниматься где-нибудь? Мы все еще это помним, но просто мы ничего не снимаем. И если бы Артем-то хотя бы заскак... Блин, сука, что ты не живешь где-нибудь в Питере или не тусуешься на всяких фестивалях блогерских, где мы всех снимаем? Ах, но у нас пока реально ничего не делается из того контента, в который мы могли бы позвать Артема. Мы прекрасно это помним, ни в коем случае никого не наебываем. И прекрасно помним фактурного и очень харизматичного Артема, который идеально вписался бы в какие-нибудь страдания, типа, со своим характером. Вот. Привет из Германии. Йоу, привет, Германия, привет. Героиновая страна. Я когда был в Берлине, меня удивил тот факт, что очень много героинщиков, и в любом парке можно купить любые наркотики у темнокожих ребят. Просто, типа, я такой, а, окей. Короче, просто могу приехать и все. Хорошо. Погоди. Бля, слушай, напиши мне сегодня в контакт, возможно, возможно, короче, решим кое-что. Напиши мне сегодня. Или в телегу, если у тебя мой номер есть. Если нет, записывай. 8, 900... Ну, короче, ты понял. Привет, да, всем привет. Мы тут начали писать привет из всяких городов, привет из Украины. Я планирую в этом месяце сгонять в Киев, снять пару совместных роликов со своим корешем, с Ромой. И вот сейчас мы с ним в воскресенье созваниваемся, придумываем видеоролик. И будем решать. Ну, то есть там нужно будет проделать определенное количество работы, сделать несколько минусов, написать несколько текстов. Это такой музыкальный ролик. Вот. И потом ехать в Киев, да снимать, да угорать, угорать. Знаете, что сегодня было? Я писал в Твиттер. 5 утра. Я просыпаюсь от того, что на мне топчется вот этот петух. Топчется очень усердно. Ну, вы знаете, наверное, если у вас есть кот, как это происходит. Топчется, топчется. Я открываю глаза, смотрю на него, встаю, и он берет, ложится на мою подушку и засыпает. И все. Я потом полтора часа не могу уснуть. Спасибо, котик. Давай я тебе отомщу. Можно по тебе вот так вот потоптаться? А потом сесть на твое место. Что, с тобой это не работает? Петух он маленький. Яна где? Яна сейчас занимается поиском. Она, по-моему, наверное, у сестры и занимается поиском костюмов на съемки. У нас съемки клипа завтра-послезавтра. И еще на следующей неделе. Мы разделили. У нас должно было быть два съемочных дня. Мы поняли, что слишком много локаций и очень много людей. И разделили на три съемочных дня. Как отношусь к хайп-кэмпу? Но я недостаточно видеороликов посмотрел про хайп-кэмп, чтобы понять, как к нему относиться. Можно мне еще порцию, чтобы все записали ролик про хайп-кэмп, сказали, что это плохо, и тогда я пойму, что это плохо. Пока не понимаю, слишком мало критики в сторону проекта, в сторону хуево сделанного проекта. Какой у тебя официальный рост? Официальный рост. Метр пятьдесят пять. Я недавно измерялся, я это типа уменьшился чуть-чуть. Такое бывает, видимо. Я уже начал стареть. Либо старею рано, либо в тюрьме я сейчас увидел света больше, чем во всех экранах. Хочу быть подальше от парней на веселе. Что снова ловят белку в колесе. Сто пятьдесят пять. Да, мой официальный, официальный рост. Сто пятьдесят пять. Когда команда Э? Хороший вопрос. Ну, серия готова. Типа даже две, но, блядь, все равно мы ссыкуем пока. Выкидывать пока у нас не готова хотя бы еще одна. Уже три месяца. Вот, или сколько там. Ну, с июля я не курю. Вот у меня уже второй этап никотиновых пластырей. Это никотиновый пластырь в два раза меньше, чем предыдущий. Забываю клеить, хочу курить. И начинаю жрать. А для меня жрать это просто жесть. Типа, ну мне же нельзя даже лишнюю пылинку в рот взять, иначе у меня типа сахар скаканен. Шапки теплые, но я сейчас ходил, мне было тепло очень. Я не знаю, будут ли они в продаже опять же. Может будут, может нет. Сейчас порешаем. Надо это кому-то, не надо, непонятно. Мой фаворит белая. Черная тоже клевая, но я люблю белые шапки. Когда будет, кажется, нащупал. Вряд ли он будет вообще. Ну, мы сделали 10 серий, и все. Может быть, есть смысл к этому возвращаться через год, но не сейчас. Сегодня новое шоу на Клик-Клаке. Вот. Котик, что такое? Просыпайся. Давай, я тебе буду мстить. За то, что я проснулся в 5 и уснул почти в 7. А потом в 12 практически проснулся, как говно. Котик, спасибо. Ты молодец. Уйди какой хорош. Че, поспать решил? Хуй там плавал. Когда у Эльдара дороже очки, чем Гуччи линзы. Да. Кстати, не думал даже об этом. Сука, вот те, кто плохо видят. Вот, типа, линзы сами по себе даже дорогие. Вот, типа, хорошие. Вот, просто, чтобы вставить. Потом еще оправы, и все это выходит. Типа, тысяч. Я не знаю, я покупал их давно, больше года, наверное, назад. Типа, тысяч за 30. То есть, я помню, короче, я покупал их тогда, когда я не мог себе особо-то позволить. Такую хуйню. Сейчас, если буду покупать, куплю себе максимально пафосные за тысяч миллионов долларов. Буду ходить и говорить, ты не проходишь в проект, это никому не интересно. Ну, блядь, я же по-настоящему плюнул. Блин, круто было бы, если бы на хайп-кемпе жюри плевались бы в детей, харкались прям. Пошел нахуй, мразь. Или бы там пинал бы его по лицу. Типа, вот это было бы шоу. Возьмите меня продюсером исполнительным или режиссером лучше этого шоу. Я вам быстро сделаю хайп. Что за порода? Это шотландский вислоухий. Гей. Бля, хоть на мемасы нарезай как-то. Сегодня я буду брончать так. Я не умею играть, но, типа, мне иногда помогает посидеть и подумать о чем-то. Я такой, ммм, мужские пенисы. Я выкупил, короче, знаете что, вот эту хуйню. Типа, можно делать вот так. Я еще к компуктеру могу подключать и делать рок-н-ролл. Очень плохой. Но я научусь когда-нибудь. Я взял лужоры для того, чтобы поучиться хотя бы держать ее в руках. Потому что это моя детская мечта. Короче, я в детстве мечтал, чтобы мне купили гитару и научиться на ней играть. Но когда мы пошли в ДК, в местный, где всякие инструменты музыкальные, мне сказали, у нас нет гитары. У нас есть ударные, например. Я такой, ну, ладно. Пойдем на ударные. Как в новой трак-лиске. Но я сказал, типа, это неплохо звучит, это слушабельно, но как-то не хитово. Я еще посмотрел, когда проснулся в 5 утра, ее видео про травлю. Где-то согласен, где-то нет. Где-то не согласен. То есть, типа, конечно, это плохо, но они же по факту сами этим и занимались. Мы долгое время, типа, затравили бедного этого Атьеву. Интернет вещь такая. Сегодня тебя все обожают, завтра тебя все ненавидят. Очень показательная, на самом деле, история сейчас происходит. Но я не думаю, что у Лизы не получится из этого выйти, потому что я знаю Лизку, и это максимально добрый и крутой человек. А интернет-зритель, он не слепой. Может быть, сейчас просто Лиза переживает не самые, типа, лучшие времена, эмоционально. У нее все-таки резкий бум популярности, просто, блядь, ни на чем, считайте. И, конечно, на этом можно и поменять свое поведение, и так далее, и тому подобное. Но зная ее, типа, и то, что ее обвиняют, что она с кем-то общается, еб твою мать, это ее дело. Типа, зная, какой она открытый и общительный человек, почему она с кем-то может общаться, а с кем-то нет. Почему она не может поменять свое мнение по поводу того или иного человека. Не знаю. Ильдар когда дисс на диабет. Слушай, я думаю, что все-таки он меня забаттлит. Типа, я диссил его на протяжении всей своей жизни, и сейчас только стараюсь жить с ним, типа, как-нибудь. Короче, это бесполезно. У Чижовой скоро трек выйдет, будешь делать ремикс? Но если это будет такой же хит, то нет. Знаете, шутка, пошученная два раза, не смешная. Если, конечно, это не анекдот про двух геев в бассейне. Купаются как-то два гея в бассейне. Бля, я забыл. Вот-вот. А! И один видит сперма всплыла, да? Ну, типа, малафья такая плавает. И он такой спрашивает, ты что, кончил? А он ему отвечает, не, пернул. Блин, не получается делать наигранный смех. Как тебе клип ЛСП от тела? Хороший клип, очень. Что, я уже даже отвечал, по-моему. Приятно было смотреть. У меня есть друзья, которым неприятно было смотреть, потому что они хорошо с Ромой общались и такие, ой, блин, типа, слезы. Красиво, красивое прощание. У тебя родители в Новокузнецке? Нет, они уже больше года здесь. Я их перетащил сюда. Я же, типа, хочу, все хочу перетаскивать своих родственников поближе в центр. Бахан, иди сюда. Бахмар, сюда иди. Зульфия, иди сюда тоже. Я всем вам квартиры делаю. Вот это вот. Ты родился в жопе негра. Хороший комментарий. Обязательно заскрини его и посмотри на него, когда станешь чуть постарше. Может быть, тебе станет стыдно. Потому что ты пишешь какую-то хуйню. Хуйню ты пишешь. Вот твоя голова издает такой звук. И все те, кто пишет подобное, вы тупые сука. Ай, блять. Покажи, Кота. А он... Его напугала сила Ба. Но я думаю, что он пошел туда, где он ест. Либо где срет. Там, где срет, его нет. А там, где он ест... Да? Хули. Че? Че такое? Че ты хочешь? Хорошо. Придумал. Молодец. А дальше что? Дальше ты что? У него есть охуенная перчатка. От которой он дико кайфует. Сука. Это мои лифчики. Так. Леща коту. Маме своей леща дай, иди подойди. Скажи, на, держи, бледина ебаная. А коту я не буду давать леща. Короче, сам себя погладишь, ладно? Хорошо? Кот. Ты уже взрослый мальчик. Ты должен научиться сам себя ласкать. Я уже начал это делать в 12. Такой он не самостоятельный, конечно. Господи, боже мой. Так нельзя с мамой. С котом так нельзя. А с мамой можно, если ты предлагаешь кота побить, сука тупой. Почему так долго нет охрипа? Ну, давай объективно. Может быть, это... Не прикольно? Типа... Шутить шутку тысячу раз. Нет, если где-то он будет в кассу, то, конечно. Но охрип абсолютно не в кассу. Я думал про кота в новый образ, но даже не знаю. Пока что. У Ильича рост 172. Короче, да. Мы на следующий день после той танцации были в офисе. Ильич принёс с собой метр. Мы измерили его рост. И он метр 72. Он не врал. Вот он. Вот, это официальное опровержение. Я приношу извинения Илье Прусекину за то, что назвал его невысоким. Он очень высокий. Метр 72. Это ух. Это огромный вот такой. Вот он пришёл в офис. Сразу как-то вот в глазах всё поменялось у меня. Он стоит надо мной, вот так смотрит. Нагнулся, говорит. Ну что? Ну что? И, да. И Илюха ещё чмо. Он просил передать, что он чмо. Вот. Хэштег Ильич не вру, но чмо. Бухаешь часто? Нет. Не бухаю часто. Зачем бухать часто? Если можно, бухать нечасто. По-моему, это прикольно. Нет? Нет. Но дело твоё. Ты знаешь, с кем встречается Марьяна Ро? Со мной! Мы не хотели вам говорить, но ждите. Сегодня на моём канале видео, где мы с Марьяной рассказываем вам про наши с ней отношения. Мы не можем это скрывать. Мы устали прятаться. Я и Марьяна. Мы вместе навсегда. Да, да. Привет. Так, давайте. А что ещё вы им напишите? Минту нравится. Да, она прикольная, но мне нельзя. Там, типа, много углеводов в одном шоте, а одна хлебная единица. Это, ну, типа, блин, до хера. У меня обед, это 3-4 хлебные единицы. Полноценный обед. У меня выбор, да, типа, либо подколоть инсулина, выпить 4 минты, а потом у меня упадёт сахар. Ну, короче, нет. Мне алкоголь сейчас только определённый. Можно пить эту, типа, водка, по-моему, джин, белое вино, и что-то вот подобное. Но ничего другого. Но я пивко очень люблю. Но пивко вообще самое вредное. Там, ух, сколько нехорошего. Где, блядь, рыбчага? Ща будет. Я буду делать, потому что дядяку делаю, или не выходил, чтобы ты хотел дитя, я не буду тебе делать, потому что ты лох. Ну, это так, демка там надо подкорректировать. Вот. Когда клип снимать будем? Завтра и послезавтра снимаем, братан. Или не братан? Вика. Наверное, ты Вика. Возможно, Вика. Марьяна моя, ведь у нее рост 172. И че? И че? И че? Сразу после того, как Милена Чижова... Просто Милена Чижова не хочет быть со мной. И... Я не знаю, что мне делать. Я очень хочу, чтобы Марьяна... Ой, то есть... Милена Чижова я перепутал. Я просто пытаюсь выкинуть имя Милена из своей головы, и поэтому иногда путаю с Марьяной. Но я хочу все равно, чтобы она была со мной. У меня есть девушка, но это так, чисто запасной вариант. Как только Милена скажет мне да, я брошу все и всех, и поеду к ней. В мир любви. В мир объятий Милены. Блин, я бы с ней засосался вот так. Охуенно. Потом вот так. Ох, блядь. Фух. Было это скучно сделать какую-нибудь хуйню, по-братски. Я предлагаю тебе сделать хуйню. Вообще адекватную. Короче, берешь и выходишь из этой трансляции, и идешь заниматься какими-нибудь своими делами, если тебе скучно. А как тебе такое, блядь? По-моему, идеальный вообще вариант. Пиздец ты ебланище, мне пишет человек 2003 года рождения. Привет тебе, друг. Я надеюсь, тебе не сильно, а часто дают пиздюлей родители за то, что ты плохо учишься. И я понимаю, ты ненавидишь школу, и ненавидишь всю жизнь, и все, что тут происходит. И поэтому тебе нужно выплеснуть негатив в мою сторону. Пожалуйста, я весь твой. Можешь писать мне сколько хочешь оскорблений, но я пойду продолжу жить своей красивой, замечательной жизнью, а ты в школу, лох. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Пфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Школяр тупой Математику сделал Лошара И кто из нас Лох? Чур не я А, все, ты проиграл Ты проиграл Кем хотел стать в детстве? Певцом Не получилось Стал репером И видеоблог Господи Иисусе, прости меня, пожалуйста За эти грехи С кем будет баттл? С тем вот Школяром 2003 года По фактам его трахну вот так Ну, не секс А рэпом трахну Трахать рэпом, знаете Типа панчлайнами Рифмы Вот эти Дабл рэйм Скиллс, флоу Умеете флоу? Я умею флоу А вы? Рок пизжа Ну, может быть Типа нельзя сравнивать Это два кардинально разных стиля Два кардинально разных поколения Два разных времени И сравнивать Ну, нет Нет Полная тупизна А что было на зоне блогеров на Витфесте? Ну, как всегда Гомосексуализм и наркомания Там обычно Типа Когда блогеры собираются Они начинают вот эти вот свои штуки Кайф И вот это вот Там Соборев Там всякие вот эти Приятные Эльдар Начинают целоваться Друг с другом Мерзость Мерзость Ужас Джарахов Хуесос А какого года рождения ты? Давай Я тебя сейчас разъебу Тут Школяр тупой Воу-воу Аккуратно Аккуратно Машина панчлайнов Эльдар Джарахов Выходит на свободу Сейчас будет панчлайн Смотри Йоу 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 Ты сюда не пройдешь Между нами забор У тебя ниче не выйдет Запор Воу-воу Подди бэк Пу-пу-пу-пу-пу Ты готов? Ты готов? Дальше ща будет Дальше Аккуратно Аккуратно Ща-ща Фух Надо перевести дух Я ебал твоих сеструх Воу-воу-воу Баба О, господи Иисусе, это жарко-жарко, меня зовут Эльдарка, Дарка, пол-пол, сука, остановите меня, господи, ху, блядь, дайте мне Оксимирона, ему пиздец. Я король хип-хопа, а ты делаешь говно, будто жопа, бау-бау-бау! О, блядь, сука, это сумасшедшая, хух, я не могу, это, вы, главное, не палите эти строчки, я заготовлю их на свой самый главный батл в жизни, ты вызываешь меня на батл, а я на тебя накакал, бум, блядь! Короче, если вам интересно, после трансляции посмотрите баттлы в стиле Бэт Барс, если вы не видели, такие были на слово, точно. Смысл Бэт Барсов, короче, чтобы вылить на оппонента свои самые плохие строчки и самые плохие панчлайны. Вот как у тебя ничего не выйдет, запор! Ты делаешь говно, как жопа! И с таким, типа, серьезным надо видом это делать, и весь зал такой, во-о-о-о! Ну, то есть, это очень угарно, это прикольное ответвление, типа, ну, на разок-другой, типа, посмотреть. То есть, конечно, если кто-то будет создавать такую лигу, это будет парашно. А вот пару раз посмотреть, такое, это весело. Есть там комплиментарные баттлы, когда баттлятся комплиментами, а есть Бэт Барсы, баттлы плохими вот такими, нарочито плохими строчками. И вот, вот здесь, мне кажется, равных мне, нет, печатаю только так, только так. Вот, и вот сейчас я забыл, но вы просто знаете, кто-то поднациональности, Лизгин. Мне часто говорят, типа, ну, не часто, а иногда пишут в комментах, там чуваки, как правило, с русскими тачками на аватарках. Типа, что я позорю нацию. Ну, блядь, ну, извините. Почему-то многие другие этого так не считают, не знаю. Забатлишь Яну вечером? А, да, ну, ей пизда просто, я, о, убью, уничтожу, кота забаттлю, Яну забаттлю. Сколько тебе лет? Мне 17. С фейс общаешься? Да, периодически. Ваня веселый парень. Любил ли Наруто в детстве? Я никогда не смотрел аниме. Типа, не увлекал. Столько покемонов. И только потом я через кучу лет узнал, что это, оказывается, откуда-то оттуда. Типа, из аниме. А так нет. Типа, вызови Лиску на Версус. Охуенная идея. Как-нибудь подумаю, может быть, никогда. Когда новый трек? Сейчас. Прямо сейчас. Йоу, заценивай. А, я, я, ага. Когда новый клип? Ты что, пьешь кефир? Расскажи анекдот. Что? Зефир. Спой что-то. Ему 23. Задрота. И, бля, я не могу без бита. Не могу без бита, без бита хуета. Я фристайлю, как лох. Ты фристайлишь не так. Я Иисус рэпа. Ты ебешься с негром. Я целовался с Миленой. Ты не целовался с Миленой. Ну, там подкорректировать надо. Я рекиев отправлю, он сделает потом. Мне 17. Кто, кто пишет, что мне 23? Вы что, ебанутые? Мне 17 лет. Кота, я не знаю, не знаю. Кот! Скоро пойду дальше писать видеоролик. Котик! Кот! Я хочешь письку сметанкой помажу? Побрейся, блядь. Не указывай мне, сука. Ты что? Кто ты вообще? Указывать мне что-то? Да ты говно! Побрейся, блядь. Как будто бы я зарос. Просто жесть. Как будто бы я не брился вчера перед командой. Или ты про волосы? Ну, возможно, надо, да. Типа. Я понимаю, что я молчу, это странно, но я смотрю комменты. Эльдар Гоу, стендап про френдзону. Ну, у вас никогда такого не было, что вы пытаетесь наладить контакт с девушкой, которая вам нравится, а она парень. Нет? Хорошо, давайте по-другому. Вот у всех же было, да, вот, френдзона. Что мы знаем про френдзону? Это типа зона дружбы. Как ребенок бы справился с этой херней? Я не понимаю. За фристайли как охрип. Отличная идея. Спей, поезд хайпа. Спию обязательно. Как тебе iPhone X? Отличный херой. Телефон, пользуюсь на здоровье. Сколько тебе лет было, когда ты потерял девственность? Я все еще девственник. Я считаю, что до свадьбы секс это ужасно. Надо только после свадьбы. Только так. Только так. И секс, я считаю, это один из грехов, которые нужно запретить. Как называются эти баттлы? Bad bars. Ну, типа плохие строчки. На русский переводится. Плохие строки. Bad bars. Эльдар девственник. Ну да, я же, блин, тысячу раз об этом говорил. Мне не стыдно признаться в этом. Типа, что хвастаться сексом? У всех был секс. А вот кто-то может похвастаться тем, что у него не было его в 23 года? Я могу. Я особенный. Мне всегда мама говорила. Теперь тебя из-за девственности стебать другие рейтеры будут. Блин, только не это. Блин, только никому не рассказывайте. Вот я вам рассказал, вы никому не рассказываете. А то же меня застебут. Блин, что-то я не подумал. Кошмар. Вот я дурак. Эх. Ты материшься, это уже грех. А прикинь материться во время секса. Ох, кошмар. Блин, это же двойной грех. Мне кажется, прямо в этот момент может спуститься Господь и начать наказывать. Отправить в ад. Какой Господь? Господь не... Это скорее уделки дьявола. Придет дьявол и заберет в ад. Господь на такое не способен. Господь отвечает за все хорошее. А дьявол за все плохое. Я чист перед Господом. И все мои грехи открыты перед Господом Богом. Аминь. Я сейчас вот так сделал, у меня тут ножницы были. Было бы забавно, если... И все, блядь. Жесть во время стрима. Самая, сука, нелепая смерть диабетика, который, типа, живет отвратительным образом жизни. Просто, блядь, ебнуться во время стрима об ножницы. Ох, красота. Ой. 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 Нет. Только не это. Не хочу болеть. Я же только что... Ты сказал, что тебе 23, нет секса, но тебе же 17. Слушай, тут... Тут смотря с какой стороны посмотреть. У меня был, конечно, один раз секс, но я сделал операцию по восстановлению девственности. Там недорогая операция, мне просто выкачали секс обратно. То есть сделали так, как будто у меня не было секса. Его забрали из меня. Пьяный он, походу. Сам ты пьяный? Или сама? Сама. Сама ты пьяная? Ты оскорбляешь чисто верующих? Нет. Ты что? Типа? Чё? Где? Хоть где-то? Покажи, покажи, где я оскорбляю. Это неправда. Вот это грех. То, что ты сейчас врёшь и клевещешь. Вот это грех, за который Господь обязательно тебя накажет. Ты думаешь, ты думаешь, что ты перед лицом Господа. Мы не равны все. Ты ошибаешься. Мы все равны перед лицом Господа. И вот то, что ты. У меня нет слов. Сука, не школьники. Ну, чё поделать? Бога нет, кто-то написал. А вот ты это ему в лицо скажи. Чё, в интернете каждый об этом может писать? Бомбит от вас, богохульники чёртовы. Мэдисон, зачем ты косплеил Джарахова? Что? Ладно. Любишь готовить? Нет. Я есть люблю. А готовить не очень. Зачем готовить, если можно сразу есть? Я. Какой ты классный. Вот я верю в Бога. Вот, правильно. Нужно всем верить в Бога. Потому что во что ещё верить? В нашем жестоком мире. Если бы не Господь, 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 Бог, то всё было бы куда хуже. Спасибо большое Господу за то, что у нас есть алюминий. Можно верить в Ильдару Джарахову. Да какая разница? Это же одно и то же. У тебя на лбу татуха Бога. Нет, у меня на лбу прыщи. Но я понял твой панчлайн, да. Он заезженный. У Милорта было. Это один из моих любимых каналов на Ютубе, на котором типа что-то 3000 подписчиков. Я все ролики его пощу в Твиттер. Когда он делает какой-то видос про инфоповод, он постоянно коверкает имена типа Ильнур Джухмеров сказал, что там ну и так далее. И когда он говорил видимо на стороне Дмитрия Ларина был сам господ. И у него тут периодически картинки выплывают. И тут просто такая типа пустая картинка. Использую Использую Зинирит. Слушай, я использую Я не помню как называется. Там типа какая-то херня вот так вот делаешь и они проходят. И они проходят. У меня тут огромные они были. У меня подшатался иммунитет. Я верю в Бога. Убери ножницы, пожалуйста. Где можно купить кепку блокер? Нигде нельзя купить кепку блокер. Нигде нельзя. Нигде не получится ее купить. Они все проданы уже давно. Летом. Все. Sold out. Никогда больше не будет кепок блокер. Все. Может будут шапки. Не знаю еще. Посмотрим Тимфа. Если это будет надо кому-то. Сейчас будем заканчивать. Я так полагаю. Потому что уже ничего интересного. Ельдар, ты пробовал курить? Не, никогда ничего не курил, ничего не пил. Я ничего никогда не пробовал. Ты что? Ку-ку? Это же не я. Линзы носишь иногда. Чаще очки. Раньше часто носил линзы. Мне надоело. Типа вот эта вот херня. Да и незачем. Я типа только если что на какие-то съемки клипов буду их напяливать. И крайне редко, когда мне просто не хочется брать с собой очки. Или не знаю. Но я беру себе эти однодневные. вот я пойду поем и дальше работать. Потому что мне надо было выйти в прямой эфир. О! Тут за меня уже работает. Давай, 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 ты сжал кулак и теперь сделай лайк. Давай, ставь лайк. Кот, вот так вот сделай. Вот. Надо будет сейчас вот этой херней заниматься. Я тут расписываю, блядь. Устал немножко. Зато за сегодня пока ждал чувака, который привозил мне шапки. За сегодня я придумал две прикольные идеи, которые буду реализовывать. Вот, вот. Так что классненько, классненько. Так. О! Я буду вот это. Покажи свой подчерк. Показать свой подчерк? Он у меня всегда разный. Типа сейчас ну типа по большей части он некрасивый. Я даже не знаю, что показать. Давайте что-нибудь старое, что можно. ну типа не знаю. Не знаю. Пожалуйста. Вот у меня плохой некрасивый почерк. Вот такой. Смотрите, видео people бухло. Мы же там нажрались, блядь. Обычный вот такой почерк. Типа я больше люблю печатные буковки. Вот такие всякие такие штуки. Вот такие. Вот такой охуенный почерк. Вот. Но если постараться, то можно писать красиво. Но я не хочу. Вот например м Продолжение следует...